Друзья, насчет понятия проработка, потому что меня часто об этом спрашивают, надо ли прорабатывать какие-то психотравмы или достаточно делать разгрузку. Разгрузку надо делать правильно. Разгрузка это что такое? Это вы переживаете, думаете о чем думается, опускаете мысли переживания на самотек, на фоне повторяемых действий, которые максимально вам соответствуют, резонируют с вами и в это время происходит проработка. Там надо знать просто дозу, сколько это делать и все зависит от исходного состояния и все зависит от цели. Это разгрузка. Во время разгрузки как раз таки автоматически организм выдает те рефлексы, те реакции, которые нужны для того, чтобы освободиться от всех напряжений, которые накопились за многое время, от всех негативных эмоций, от беспокойства, от тревог, выйти на такое состояние свободного душевного покоя, когда вы уже думаете не только о том, о чем вы думали, все время были зациклены на чем-то, что у вас болело и держало вас как в кулаке, но и о том, о чем вы хотите подумать. То есть разгрузились. Там и произошла эта проработка. Просто надо правильно знать технику, как это правильно подбирать эти действия, как это делать, чтобы эти действия были наиболее вам близки. И тогда все и происходит, мозг так устроен. Если мы не знаем, как это происходит, как это делалось раньше, например, психотерапевтами, психологами, как они делали, они вот так вот, ну одни психотерапевты просто погружали в гипноз, и человек в гипнотическом состоянии находился, и там разгрузка происходила же. Там же не отрабатывали отдельно что-то, каждый элемент отдельно не прорабатывали, но просто погружали в гипноз, внушали, что все будет хорошо, и через это происходила автоматическая проработка. Или психоанализе. Психоанализе как? Специалист по психоанализу выводил своего пациента на больную тему, о которой тот мог бы выговариваться. И тут начинал выговариваться, 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 и в конечном счете выговариваясь, приходил к тому же самому состоянию. Что мы делаем с помощью нашего метода в части разгрузки. У нас не выговаривание там, допустим, а повторяемое действие тоже автоматическое, которое соответствует человеку. А в психоанализе он выговаривался. Ну, это просто разные формы одного и того же. Но когда он выговаривался, то специалист по психоанализу предлагал ему приходить к нему определенное время, много раз, допустим, и каждый раз он выговаривался. Да, на самом деле дело было не в психоанализе там, а в выговаривании на больную тему. Ну, как любой человек, что у него болит, о том и говорит. И если вы возьмете и начнете выговариваться, выговариваться, выговариваться о том, что у вас болит, то, что вас волнует, то в конечном счете, если вы сядете потом, у вас тоже голова будет пустая. Вот же в чем дело. Надо просто понять, что когда мы обсуждаем какую-то проблему прорабатывать или не прорабатывать, надо просто понять, что такое проработка. Потому что есть метод Шапира, например. Когда вот надо туда смотришь, сюда смотришь, туда смотришь, сюда смотришь. И специалист, который ведет этот процесс, он вот так вот делает движение, а клиент сидит и туда, и сюда, туда, и сюда. То же самое повторяемое действие, только на уровне класса. Очень много разных форм вот этой разгрузки. И вот теперь основной вопрос. Нужно ли прорабатывать каждую проблему или достаточно сделать разгрузку, и там это само все получается? Да, в разгрузке все само получается. Если человек возьмет, зная, как это делать, по инструкциям. Сначала вспоминает приятную какую-то тему, какое-то счастливое обстоятельство. И вот тогда выскакивают на контрасте именно неприятности, которые он испытывал, больная тема. И если он начинает продолжать о ней думать на фоне повторяемых каких-то действий, то у него и происходит этот разгрузочный эффект. Вот же в чем дело. Часто ли надо с ним проводить эту разгрузку? Но все зависит от того, кто это производит. Мы обучаем человека это делать самостоятельно. И поэтому у нас другая совершенно стратегия, в отличие от того, как делают психотерапевты или психоаналитики. Другая стратегия. Мы должны ему подсказать, как подобрать те действия и приемы, те критерии, принципы и правила. И он тогда делает разгрузку самостоятельно. То есть по существу мы обучаем людей навыкам саморегуляции. Вот это главное понять. У нас совершенно другая стратегия. И по этому вопросу, нужно ли прорабатывать отдельные проблемы или не нужно, мы решаем совершенно по-другому. У нас не нужно. Нет необходимости. Потому что мы, говорят, касаемся людей, в данном случае здоровых людей. Или с психосоматикой, или с какими-то пограничными расстройствами. Но не с больными. Потому что если человек болен, если у него депрессия, тем более эндогенная депрессия, или какие-то нарушения нервной системы, то там, конечно, надо с врачом работать. И врач должен знать. Да, и многие врачи уже знают, как правильно работать со своими пациентами, используя для этого инструмент, который называется метод ключа, которым разгрузка является, тоже базовым элементом. Если человек уже пришел на обучение в исходном состоянии, когда он сильно загружен, у него сдвиг по фазе, условно говоря, надо, чтобы все встало на место, сделать разгрузку. Поэтому разгрузка, она избавляет от многих психосоматических нарушений и пограничных нервно-психических заболеваний. Пограничных. А для здоровых людей это выход на состояние нуля, как говорится, состояние безмолвия, когда отключается внутренний диалог. И когда он делает по инструкции, как мы обучаем в школе Homo Futurus, это несколько раз, у него вырабатываются навыки, и он может это производить очень быстро, даже в уме, за несколько секунд.